Как мы выбираем партнера? Спутника жизни? Умом или сердцем? Под влиянием эмоций или согласно трезвого расчета? Думаю, здравый смысл – самый надежный навигатор, который поможет любому из нас не сбиться с правильного жизненного пути. Приветствую вас на телеканале Алекс ЮА. Я Ольга Колганова, и это моя самая гармоничная реплика в эфире. Гармоничные отношения – утопия или реальность? Миф или быль? Новый телевизионный цикл программ мы решили скомбинировать с наукой, без которой, как показывает сама жизнь, не обойтись с психологией. Расставание. Большинство из нас хотя бы единожды сталкивались с этим понятием. Но по мнению профессиональных психологов, проще расстаться с человеком, чем с иллюзиями на его счет. Почему-то сразу вспоминаются слова некогда популярной песни. «Полюбила парня, да не угадала. Вовсе не такого я во сне видала. Я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила». По прошествии времени или под влиянием внешних обстоятельств может прийти осознание, что рядом совсем не тот человек, которого мы себе придумали. Сегодня, в эпоху визуализации социальных сетей, мы привыкли видеть яркие, красивые, романтичные картинки и принимать их за идеальные отношения. А суровая реальность срывает с наших глаз пелену и легко выбивает из колеи. Кто-то из нас может вовремя рассмотреть недостатки партнера, увидеть его в быту и принять таким, какой он есть, не идеальным. А кто-то лелеет придуманный миф, подрывая свое здоровье. Вопрос по Чернышевскому. Что же делать? Жить с умом. Наслаждаться общением. Цените проживать со своим партнером время качественно. Ходите на свидания, проводите интересно досуг, придумывайте, изучайте, спрашивайте, но не торопите события. Специалисты предупреждают. Не нарушайте границ друг друга и пробуйте проанализировать свои чувства. Ведь кому-то постоянно хочется экспериментов и новизны, а кому-то не хватает целой жизни, чтобы любить одну единственную или одного единственного. Так на чем же базируются те самые гармоничные отношения? Во-первых, на взаимоуважении. Это одно из основополагающих условий крепкого союза мужчины и женщины. Если один партнер не готов или не хочет принимать другого таким, какой он есть, принимать его недостатки и особенности. Ничего хорошего из этого союза не получится. На втором месте желание откровенно говорить с партнером. По мнению психологов, умение находить общие темы для разговора, заинтересовать другого чем-то. Важное условие. Но еще важнее уметь и быть готовым слушать и слышать вторую половинку. Также немаловажно чувствовать себя и быть одной командой. Помните девиз мушкетеров? Один за всех и все за одного. Примерно такой негласно есть и в отношениях. Кстати, не только супругов, но и друзей или коллег. Также важны чувства юмора и доверие. В гармоничных отношениях хорошо не только восторгаться умениями друг друга, но и весело шутить над недостатками, легко и с позитивом переживать неурядицы. А без доверия друг к другу просто нет союза. И самое главное, на чем базируются и чем цементируются гармоничные отношения – любовь. Психологи стремятся понять ее природу, но и по сей день вряд ли хотя бы один из них сможет ответить на вопрос, почему и как появляется это чувство. Феномен любви, безусловно, нуждается в изучении. Если понять закономерности этого чувства, то станут очевидны и причины неудачных отношений, которых можно было бы избежать. Идеальных отношений нет. Есть женская мудрость не замечать мужские шалости и мужская сила прощать женские слабости. Гармонии вам, любви и тепла. А мы увидимся, как всегда, на телеканале Алекс Юа.